Ребята, всем привет! С вами Настя и вы на канале LinguaTrip TV. Сегодня мы поговорим с вами о 10 словах, которые в английском языке используются очень часто. Слишком часто. Я бы даже сказала too much. Обожаю, как пишется too much по-русски. После этого видео вы будете знать много альтернативных вариантов и расширите свой словарный запас. Ну круто же! Тогда давайте начинать. И первое слово это... Like. Нравится. Вместо него мы можем сказать adore, обожаю. Admire, восхищаюсь. Cherish, нежно люблю, лелею. Fancy, люблю в смысле нахожу кого-то привлекательным. А если мы говорим о каком-то предмете, то это значит я хочу что-то сделать. Я хочу выпить чашу-ча. I fancy a cup of tea. Или я хочу поиграть в футбол. I fancy a game of football. Enjoy. Наслаждаюсь. Appreciate. Ценю. Смотрите, сколько сразу классных слов, которые вы можете написать кому-либо и произвести положительное впечатление. Все эти слова используются без предлогов. Admire somebody, adore somebody, enjoy something и так далее. Предлоги здесь не нужны. Следующее слово. Good. Хороший. Вместо него можно сказать... Incomparable. Несравненный. The incomparable judge Judy Scheidlin. Perfect. Идеальный. Outstanding. Выдающийся. Следующее слово. Great. Отличный. Что же мы можем сказать вместо него? Fantastic. Фантастический. Wonderful. Потрясающий. Awesome. Крутой. Awesome. Следующее слово. Smart. Умный. Так, вспоминаем сразу своих самых умных друзей или себя любимого. И какими же словами мы можем описать этого человека? Brilliant. Блестящий. Inventive. Находчивый. The most inventive. Quick-quitted. Сообразительный. Напоминаю вам, что команда LinguaTrip создала для вас две электронные книги по английскому. И обе стали хитами продаж. Первое. Grammar is all you need. Где грамматика объясняется простым языком. А второе сфокусировано только на временах английского языка. Можно приобрести их с рабочей тетрадью, чтобы сразу закрепить выученную информацию. Что я, кстати, очень рекомендую. Все ссылки будут в описании. Следующее слово. Объяснять. Вместо него можно сказать clarify. Прояснить. Прояснить. Если что-то понятно, но не очень. Elaborate. Вдаться в подробности или объяснить более подробно. Используется с предлогом on. Elaborate on something. Can you elaborate on your plan, please? В данном случае это слово будет употребляться не как я объясняю кому-то, а какие-то результаты. Например, результаты теста объясняют какое-то явление. Поменять или перемена. Вместо поменять мы можем сказать adjust. Приспособить что-то. Например, вы приготовили презентацию, надо ее чуть-чуть поменять кое-где. Трансформировать. Или modify. Изменить. Spotify. Следующее слово, это слово said. Не путаем. Так? Said. Сказал. Очень часто, когда мы пересказываем чью-то беседу, мы говорим, а он мне, а я ему, а потом. Сказал. Один сказал, другой сказал. Вместо этого можно использовать другие слова. Например, claimed. Это довольно сильные слова. Заявил или провозгласил. Декларация, да, отсюда. Спорил или привнес альтернативную точку зрения. Один человек высказал ее, а другой... Другой человек поспорил, сказав что... И далее продолжаем. Suggested. Предложил. Не забывайте, что после слова suggest мы не употребляем инфинитив. Мы или возьмем глагол с окончанием in, или мы можем использовать существительное. Например, Ты не можешь предложить хороший ресторан где-то поблизости. Или отдельное предаточное предложение со связкой that. Я предлагаю, что мы все вместе практикуем английский каждую неделю на канале Lingua 3D. Следующее слово. Important. Важный. Вместо него мы можем сказать significant. Существенный. Vital. Жизненно важный. Critical. Решающий. Imperative. Обязывающий. Крайне необходимый. Обычно это говорится о каких-то действиях. Essential. Необходимый. Следующее слово. Use. Использовать. Вместо него мы можем сказать... Apply. Использовать. Apply your skills. Используй свои навыки. Employ. Употреблять. Exercise. Использовать. Обычно слово exercise в значении использовать употребляться со словом права. Пользоваться каким-то правом. Exercise the right. Например, в Евросоюзе... Exercise the right of free movement. Использовать право свободного перемещения. Exploit. Эксплуатировать. Не обязательно это слово имеет какое-то негативное значение. Может быть вполне нейтральным что-то использовать. Но не кого-то. Тогда будет плохо. Operate. Тоже эксплуатировать. Ну и последнее слово на сегодня это слово... Идти или ехать. Вместо него мы можем сказать... Come along. Была такая песня, да? Come along now. Come along now. Еще одно слово... Fair в значении идти или ехать довольно-таки устарело. В прямом смысле. Но если мы говорим о каких-то делах... Как ваши дела? Его также можно использовать. Отсюда, кстати, произошло слово прощай. Farewell. Да пусть у тебя все будет прекрасно, да? Пусть все идет хорошо. Farewell. Proceed. Переходить. Переходить, например, не улицу, а прискакивать с одной темы на другую. Или продолжать что-то, продолжать дело, двигаться дальше. Proceed. Вы на уроке, урок прервался, и мы можем сказать... Let's proceed. Или же иногда пройти по коридору тоже может быть. Let's proceed. Но общее значение продвигаться дальше. Progress. Не путайтесь с progress. Progress – это существительное, а progress – это глагол. Пишутся одинаково. Означает продвигаться вперед и делать какие-то успехи. Я думаю, что это слово не нуждается в дополнительном представлении, но его стоит помнить. Например, я могу вас спросить... Как продвигается ваш английский? Пишите в комментариях. Хочу обратить ваше внимание, что, конечно, использование 10 слов, о которых мы сегодня поговорили, не является ошибкой. Но использование альтернатив сделает вашу речь более яркой и разнообразной. Кроме того, если вы стремитесь к уровню advanced, расширение словарного запаса необходимо. Ну а мы с каналом LinguaTripTV с радостью вам в этом поможем. Не забывайте подписываться и смотрите наши нескучные уроки английского. Мы здесь каждый понедельник и четверг. На этом все на сегодня. Пока-пока!